Цели благо России, понимаете, вот это, а как это достичь, это экономикой надо заниматься, социальной сферы, обеспечением обороноспособности и безопасности, и для этого нужны, конечно, подходящие люди. У нас сколько субъектов Российской Федерации? 85. А сколько человек вы назвали сейчас? Троих. И что? Они такую вот существенную роль сыграли или играют во всем депутатском корпусе. Кто назначен, или точнее был избран с подачи президента в тех или иных субъектах Федерации? Давайте все там посмотрим, что там происходит. И вот и ответ на вопрос, доверяем мы местным так называемым кадрам или нет? Конечно, доверяем. В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации работают люди, выходцы из этих регионов. Просто в абсолютном большинстве. Но есть и случаи, когда, что называется, элиты нужно обновлять. Обновлять нужно кровь. Это совершенно очевидная вещь. И это, кстати говоря, востребовано гражданами региона. Гражданами востребовано, чтобы произошло определенное обновление региональных элит. Вы назвали там двух или трех человек. Но даже в последних изменениях их больше. А как же Гапликов, который был направлен в Коми? А как же назначение в Кировскую область? Все они достаточно молодые, эффективные. А как руководитель Севастополя? Все они достаточно энергичные, молодые и, на мой взгляд, перспективные руководители. А, кстати говоря, хорошо себя зарекомендовавшие. Поэтому критерии отбора, личные и деловые качества, которые дают основания полагать, что эти люди будут эффективно справляться с возложенными на них обязанностями. Я очень на это и рассчитываю. По поводу того, какие там есть виды на них, это будет зависеть от них самих. От того, как будут граждане оценивать их работу. Вот Дюмин проработал полгода, по-моему, в Тульской области. За него проголосовало 85% граждан региона. Это хороший показатель. Но этого недостаточно. Теперь нужно показать результаты в практической работе. То же самое касается и других моих коллег, начиная от Севастополя, Кировской области или Ярославля. Вот я недавно разговаривал с легендарным человеком, с Терешковой, который мне сказал, ой, как хорошо, большое вам спасибо, что вы нашли такого человека к нам в Ярославе. Ну, значит, уже первые признаки того, что человек вписывается в те задачи, которые ему предстоит решить, уже есть. Ну, слава Богу, даем Бог успехов в работе на благо людей, проживающих в этих регионах.